Рождество, Рождество, Рождество. Рождество, Рождество, Рождество. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Рождество, Рождество. Когда я лежал в больнице на операции, то занятия вели. Это не останавливается. Но Виктор Андреевич приспособился, мне одежду там где-то отдельно клали. Врачи уходили домой, меня выпускали на машину, привозили. Я дальше там пол занятия хотя бы вел, потому что люди звонили, спросили. Такая была обстановка. И потом назад меня уводили туда, заталкивали в больницу, и я опять ложился. А здесь никого нету. Ни на машине везти, ни переодевать, ни врачей. Почему? У вас, если ответа нет, кто знает, что отвечать? Нет, я буду отвечать один. И тогда мое мнение, а одно оно будет уже вне конкурса. Еще не выросли. Это отношение к общине. У вас что, нечего сказать друзьям, братьям, сестрам, которых не видели целую неделю? Представьте, целую неделю друг друга не видели. Или вы понимаете, что это такое? Когда я сидел, меня спрашивали, вот сейчас у тебя какое большое желание? Ну, конечно, не выпустят тебя. А другое? Я говорю, через стекло, где нас выводили на прогулку или как-то, чтобы увидеть своих через дорогу стоящими. И чтобы я мог им поклониться, вот всем, и попросить прощения, какое виновое чувство. Вины во мне было такое, о каком я спрашивал, кто сидели, ни у кого не было. Я понял, меня Бог любит чрезвычайно. И поэтому Он меня заключил в вузы в тесное. В железо вошла моя душа. Я виновен перед всеми был. Не просто я в словах, как говорят, ведение, неведение, в уме и помышлении. А просто перед каждым был виновен. Тогда были магнитофоны, мне хотелось записать каждый голос, сохранить его. Потом я записывал птиц, с птицами как-то разбавиться через микшер. Это другая была техника-то. Постепенно все замолкло. Невыполненным осталось мое желание каждый год удалять себя хотя бы на три дня. Запираться где-то, взять с собой чистое ведро и нечистое хлеба. И ни с кем не встречаться. Это у католиков, для священников так делают. Вникнуть в самого себя. Не получается. Телефоны все отключить, чтобы с собой ничего не было. Мысленно я как бы в камере. Но чтобы никто не запирал. Если меня запрут, это можно под статью подвести. А я сам заперся изнутри. И я ни разу этого не мог сделать. Настолько, казалось, плотно меня причаливает, все время подтягивает мой корабль к берегу, то в одном-другом месте. Я не могу в путешествие отправиться. Тогда были пароходы раньше. А Яна Кронштадтского так любили, то когда пароход начинал отходить, люди хватались за борта, и он лопастями молотил, а не мог двигаться. Они держали его руками, его пароход. У него сейчас не был пароход. У нас есть хорошие новости. Есть новости, которые заставляют пересмотреть кое-что. Тем более накануне Старого Нового Года какие-то поздравления идут. Я этого не знаю. Я знаю одно словословие. За что Бога прославить? Вот когда мы ходим, одетые, друг друга видим, говорится, спереди и сзади, не задумываемся, как устроен человек. Но вот выходят дети у нас, и вот я смотрю, как у них головы, шея. И это все будет возрастать в равной пропорции. И все уже там заложено. Невыразимая благодарность Богу. Как это все получилось? И родители, никто не знал, что они такие будут. И голова на таком, в каком-то короткой подставке шеи. И там все абсолютно. Все нервы, все жилы. Господи, как ты премудрый. Все заранее это было обдумано. И все наши болячки к нам на пользу пойдут. Вот прошлая вот эта неделя, которая прошла, у меня здесь была одна встреча. Мне неоднократно звонил один человек из города Павловска. Теперь он городского типа. Село Павловске район. Звать его Евгений Исаев. Ну, телефонный разговор. Я больше двух минут не разрешаю говорить. Вредно по-мобильному. Ну, вот он появился. Возникают определенные вопросы. Где брат Севастьян? Так, значит, зайди. Ну, зайди там легко. В гугле можешь найти нашу встречу. Первая встреча. Исаев. Игнатий Лапкин Исаев, он сразу выйдет. Посмотри, в чем дело. Вся встреча была здесь записана, она была здесь. У него почти все книги. И он поставил себе задачу встречу первую произвести тогда, когда все книги мои прочитает. Это первый человек, который поставил себе такую задачу. А ему Валентина Павловна, у которого он был, Каньева, и говорит, ты можешь опоздать. Книги останутся, а встречаться не с кем будет. И он в этот же день позвонил, можешь или нет принять меня. Ну, пришел, посидели. Я ничего не могу сказать. Только он написал перед ним письмо, и это письмо, я понял, он юродствует. Как бы, есть такие православные. Он говорит, нет. Я говорю, тогда считай, сам считай, чтобы я его понял правильно. И он стал растолковывать, и мои сомнения помаленьку начали развеяться. Но я натолкнулся вдруг на такой вопрос, в котором он уперся, никак не захотел отвечать. Никак. Я-то впервые в жизни встретил, когда человек не отвечает на такой простой вопрос. Ни под каким видом. Я говорю, эти наши отношения, они не улучшают. Если вы не отвечаете, чего-то таишься. Ничто так не разделяет людей. Златоуст говорит, друзей, как подозрительность. Что в этом вопросе? Криминальное или какое? Я спросил, а какое учреждение вы заканчивали? Какой институт? Ни под каким видом не сказал. Я не встречал такого еще. Обычно говорят, вот у меня был Вагнер, у него четыре высших образования. Представьте себе, две академии. В трех войсках родов войск, полковник. Как бы не выпивал, неоднократно представляли на генеральское звание. Его никогда не скрывал. Да и чего скрывать-то? Наоборот, считается, поплавок этот вешает, у меня образование есть. Но ни под каким видом. Хотя я причину стал советоваться с людьми, какая есть. Это меня сегодня держит в настороженности. Звать Евгений, прошу помолиться. Вы не забывайте, о чем я прошу молиться. Мне нужна помощь, и помощь большая. Этот человек может быть очень близкий. На него наседают священники за то, что он уже вышел на нас. У него и желание ближе быть. И он обличительный, и такое письмо написал, потеряя всем и всем. Слыша столько, а мои проповеди все там, вы должны быть не только лучшими в Барнауле. Вы в всем мире должны быть лучшими. А вы все что-то недовольны. Какие же вы христиане после этого? Сколько на вас сил потрачено? Это действительно он понял самую суть. В пропорции на одного человека вы получаете то, что на тысячу человек сегодня не получают. И как начнешь говорить, я сегодня одну тему закончу. Значит, помолиться Евгения, звать его. Тема ругательства. Так, кто по этому слову может сказать, что такое ругательство и ругать? Конечно, чуть отдельно выделить слово ругаться. Местоимение притяжательное. Что такое ругаться? Вот первый ты попался. Расскажи, что такое ругать? Ну, да куда ты идешь? Расскажу. Ругательство и чего? Что слово ругать означает? Что Божиков Сергей Иванович ответил? Или Даль? Владимир Иванович. Ну, они по уме что-нибудь скажут. А ругать это значит оскорблять. Нет, оно в зависимости. Нет. Выражать какие-то эмоции. Выражать эмоции. Так, вопрос. Я чуть переначиваю. Ты же хочешь сказать, что ты говоришь? Ну, это злословие, я так понимаю. Какое? Злословие. Ну, что значит слово злословие? Я сказал, ты змея подколодная. Я злословлю тебе или нет? Да. Злословие, да? Ну, не без подколодной, а просто змея. Ты тоже, да? Это вопрос чуть пока с вами. Так, еще что-нибудь есть? Так, он руку поднял. Мне кажется, наставлять, поучать что-то такое вот, ругать. Так, я не понял немножко. Ругать, наставлять, поучать. Поучать. Поучать это тоже ругательство. Так, вот сестра Марина хочет сказать. Подвергать критике. Как? Подвергать критике. Подвергать критике. Так, иди-ка, Лена, сюда. Я вижу по глазам, у тебя есть что-то сказать. Какая-то мудрость такая у тебя появилась. Ну, да, выражать недовольство в адрес кого-то. Так. Я теперь спрошу, что вы сейчас сказали? Еще что-то есть, нет? Нет. Так, брат Игорь, говори. Ну, я считаю, что это слово, прежде всего, связано с осквернением человека, с матерками. Ругать – это материться, ругаться. Вот, то есть, когда ты говоришь, ругаешь человека, ты его оскверняешь этими словами. Нет, нет, нет. Ленина Павловна, кажется, что-то хотели сказать. Я сказала, что это не обязательно материть. Затиповое питание. Брат Игорь, поднимай трубу. Так, будьте все... Я вот что хочу сказать. Мне больше другое удивило. Никто не может точно сформулировать это слово. Ну, там кое-что из этого, то, что правильно сказали. Но, когда ты начинаешь человека обличать, и не ругать его, конечно, а просто обличать, всегда говорят тебе, а что ты ругаешь меня? Всегда говорят, на обличение всегда говорят, ты нас ругаешь. И священники, и все, кто их защищает, все говорят, а почему вы священников ругаете? Вот это слово, ругаете. Как будто подошли ему так и грозят. Ты мне осмотри, ты такое будет. Все время это священник. Как будто это я делаю. А не Бог уже рассказал о них все. Так, все? Да, все. Так, брат, с юридической стороны, за ругательство можно привлечь, а за обличение, по-моему, нет. Так я понял? И чем тогда не отличать? Привлечь-то можно не за ругательство, а за оскорбление. За оскорбление. А ругательство может быть оскорблением? Ну, смотря в какой форме выраженник. Можно и говорить. Ну, в общем, это не только обличение. Слово ругать-то это порицать за что-то. Порицать за что-то, да. Ругательство. Нет, вот именно слово ругать. Ну, порицать можно в форме, в обычной форме, в надлежащей форме. А можно и в неприличной форме. Я тебе сейчас скажу слова, которые тебе не понравятся. И они... Только вопрос соответствует действительности. И ты скажешь, ты что меня оскорбляешь или ругаешь? Конечно. Понимаешь как? Я тебя сейчас назову бесплатная смоковница. Отлично. Ну, по крайней мере, да. Это... Скажем так, это может быть обличением, но это выражено в приличной форме. Хорошо, а я тебе скажу, порождение ехиднины. Нет, не обличение. Если что могу? Если вы будете развести руками, это... Да, это слово Божие. Это слово Божие как раз. Дело в том, что приступающие к Иоану крестители, они слышали порождение ехиднины ко всем. Воины стояли рядом, обращались к нему там. Там и священнослужители многие приходили. Кто внушил вам бежать от будущего огня? Он ругал или не ругал? Не ругал. Писание нигде не говорит, что он ругал. А вот просто пришел нищий просить. Милостыню. И я отвечаю, притча Соломона 17.5. И говорит, кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Не просто ругательство, а выходит переход. Как бы экстраполирует события дальше на самого Христа, на Бога. А как ругается? Ну, нищих вы видели все. Встречались с ними. Вы нищего ругали когда-нибудь или нет? Нет. Нет. Не ругали? Нет. Это такой грех, который прошел небо дальше. Кто радуется несправедливости, не отойдет от одного наказания. Когда человек чем-то радует. Игнарь Детихович, сейчас я закончу. Сейчас, Солом 21.8. Давид говорит, ругаются надо мною. Всегда ругательство в отрицательном смысле во всей Библии. Мы все-таки определение ругательства будем брать не только по словарям, но в первую голову. Что об этом говорит Святая Библия? Нам нужно узнать, что Бог определяет ругательством. Христос ругал кого-нибудь? Такого нет. Но он говорит, змеи. Прямо змеи. Кто? И дальше перечисляет все. 23 глава у него переполнена змеями этими. Матфея. Христос не ругался. Иоанн возлюбленный ученик Христа. Сама любовь. Самый возлюбленный ученик. И однако он говорит такие слова, которые сегодня, если сказать человеку, он тебя больше видеть не захочет. Он обращается, кто не любит Господа и дальше перечисляет. Пришло много антихристов в мире, которые не признают пришедшего во плоти. У нас родственники рядом. Отцы, матери. Это антихристы сидят. Я ему скажу антихрист. Пусть как так я в церковь хожу. Люди мирские. Мы сегодня слышали блаженного Августина. Какие слова мирских людей говорят? Эти люди совершенно враждебные Богу. Вот я стою, разговариваю. Прямо я люблю, чтобы конкретизировать. Настя Диана. Не Настя Диана. Ну да, Настя. Мимо проходит Вера Федорна Золотова. У нее грамоты на всех хватит. Кандидат медицинских, наук, грамотно. Она мимо проходит. Ну ладно, брат, не ругай ее. Она хорошая. Я говорю, а подожди, вернись назад. Ты что-то, я гляжу, играешь словами своими. Так, Настя, скажи, о чем мы говорили? Ну, вы спросили, а почему же ты не пришла? Была в потеряйке, а службу пропустила. Ну, я сказала, что вот просто по лености своей. Так, теперь ты чего решила, что я ее ругаю? Ты проходишь умненькая, миленькая, а я стою деспот, тиранью, терзаю ее. Почему ты это сказала? Отвечать нечего. Ну, я не знал, о чем вы говорите. Ты не знала, а Дух Божий знал или нет? Если Дух Божий знает, а в нас чувствование божественное, ты никогда этого не скажешь. Священнику алтаря руки поднимают и хулит нас. Злословит. Я ему рассказываю, наконец смиряется. Ну, я не знал, мне сказали так. Ну, ты не знал, но Бог-то знал. У тебя связи с Богом нет. Любящий тебя Бог, он не по телефону звонит, он через сердце надавливает. Он бы сказал, ты не прав. Не я тебе должен говорить. Вот он пришел, человек, я тебе рассказываю, Евгений. Я его не знаю. И я ему высказал, здесь это все записано, в интернете уже стоит. Я говорю, меня насторожило вот что в отношении вас. Еще в письме. До встречи с вами. Объяснитесь. И он все это объясняет, кроме одного вопроса. По этому вопросу я добивался, добивался никак. Тогда я звоню брату, который, знаешь, скажи, я правильно думаю ли это? Мне кажется, он не говорит вот по этой причине. Он говорит, да, пожалуй, так и есть. То есть я попытался высчитать это. Вот, до встречи. Я встречаюсь с людьми, но видно, что он верующий. А кто он, я не знаю. Я еще ни разу никого не спросил, какой ты веры. Я не спрашиваю. А в разговоре минут 10 я вот точно знаю, кто он. Ох, я перекрестился при нем. Он ничего не сказал. Я теперь постараюсь посмотреть, как он на это реагирует. Православный или не православный. Нет, теперь к какой секте относятся. Наводящими. А он даже не замечает это в разговоре. Я начинаю разные мои версии отсеивать. И, наконец, остается. Ну, новые секты, они ничем не отличаются. Мы называемся посольство Божие. Другие. Мы стражи Господни. Ну, то есть они выдумывают какие слова. Они ничем не отличаются. Только своими руководителями. Относительно ругательства. В Библии написано очень хорошо. Проверить можно. Псалом 41, 11 стих. Марка. 10 глава 34. Лука. 18.32. И послание к евреям. 6.6. И ругались над ним, над Христом. Эти места говорят. А у евреев написано. Ругались ему. Как будто бы перевод переводит нас на какую-то другую стадию. Так ругаемся мы или не ругаемся. Сказали это матерки. В других языках слова матерка нет. И он не переводится. Поэтому не надо придумывать. Мы говорим сегодня, что переведено на русский язык с еврейского оригинала. Вы слышали такие слова? Еврит. Идиш. Некоторые даже не знают. А что такое? Еврит это искусственный язык, ставший государственным. За всю мировую историю сумели переломить и всех заставить говорить на языке, который был языком церковников. Евреев. А идиш это разговорно с разными оттенками в разных областях. Идиш польский, идиш чехословацкий, идиш, который в России живет, тоже еврейский. Большее число всего написано сегодня, конечно, на еврите пишут. Ну а так, то больше всего на идише. Ну, я к чему объясняю это? Потому что мы от евреев все получили. Наши имена еврейские. Тут половина Иван, Мария. Это все еврейские имена. По пророкам надо смотреть. Так, 1 Петра, 3 глава, 9 стих. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. То есть я должен определить, ругательство или нет, и что? Не будь подобен ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Он отвечает такими словами, а ты ответь другими. Речь свою старайтесь все-таки ставить во свет Библии. И тогда будет видно, ругательство или нет. У апостола Петра такие грозные слова у Павла. И у Павла. Ну, Павел что, ругался? Нигде этого не написано. Вот он разговаривает с проконсулом Сергием Павлом. А тут в это время волк Елима. Говорится, палки в колеса. Он обращается к нему. Ты сын дьявола. Враг всякой правды. До коли будешь совращать с прямых путей Господних? Он оскорбил его или нет? По сегодняшним меркам оскорбил. Оскорбил. Нужно подавать в суд на него. Но мы видим, что это так по детству. Он говорит, вот на тебе не моя рука. Господня рука будет на тебе. И ты не видеть будешь этого света. Потому что в этой атмосфере света ты во тьме находишься. Свет тебе не нужен. Ты плохо видишь. Поэтому Павел, говорит, хорошо ослепил его. И он мыкался налево-направо, ища проводника. И не ругался. Я сам дошел до того, это я нигде не читал, просто сегодня утром закончил это исследование. Написано, спорили с учениками, спорили с апостолами, спорили со Христом. Но нигде в Библии не написано, что Христос спорил, ученики спорили. И я начал смотреть все места, оказывается, спорит тот, кто не знает ничего. А кто знает, то он возвещает истину. Вот мне говорят, а вы спорили с кем-то? Никогда в жизни не спорил. А почему? Я ему сказал, все, я перед ним не виновен. Я открыл ему истину, он не принял, я отошел. Я могу вообще с ним больше не разговаривать. Как ты ко что сказал, а ты меня ругал. Я сказал это на живом примере, недавно мне через других передали. Так, если вы не перемените отношение к слову ругательство, то мои слова, встречи с нами, со мной, вам будут казаться ругательством. Пока воздержитесь от встречи со мной, чтобы вам я огорчение не принес. Слово Божие, говорит, настой во время и не во время, для обличения, наставления. Вы язык Библии знаете? Язык Библии. Плохо. Язык Библии называет такими словами людей-отступников, что сегодня, ну, просто не скажешь. Вот Господь разговаривает с церковью. Дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодеи и прелюбодеицы. То есть это духовная проституция. Дружить с миром. А мы свободно смотрим телевизор, с родственниками выпиваем. Так ведь? И не понимаем, что мы плывем в разврате. И Господь через пророка, разговаривая с церковью Иерусалима, и говорит, с кем ты только не встречалась, с кем ты не блудила. Твои груди измятые везде, под каждым ветвистым деревом ты широко раскидывала ноги. Приглашала спутников. Ну, какая еще тебе? И картину рисовать какую? Такой он оскорблял или нет? Это Бог говорит. Значит, нужно научиться в речи своей. Ну, ревизию делать. Вот он сказал, оскорбление это или не оскорбление. Сегодня назначается специальная экспертиза, носит ли оскорбительный характер. Ну, и дальше, какие будут последствия. Теперь, прямо по нашим делам. Приезжал Игорь Барабаш. И говорил, что звонила Рая Малютина. Она во Франции. С Кристиной, с Венькой и с мужем. Она уехала по-хорошему. Ну, правда, бросили, не предупредили. Там они уроки вели, иностранный язык. У ней были большие неприятности в домашней обстановке. Непослушные дети, оба больные, взрослые, здоровые мужики. Они где-то психиатрией на учете. Что-то у них по отцовой линии, по бабкиной идет. Получает за это пенсию. И с ним что-то сделалось. У него очень большая была такая беда. И она любыми путями решила его спасать. Она кинулась в Голландию, уехала и теперь... А сейчас пишет. О, Игорь Григорьевич, я не понял, что с ним, но что-то неладно там теперь во Франции. И она решила везти чуть ли не в Южную Америку его. С кем с ним? С кем с ним? Значит, ее звать Раиса Юльевна. Пожалуйста, помолитесь. Это прекрасная женщина. Столько доброго мы получили от нее. Игорь, она английский язык преподавала в школах когда-то. Тебе не надо вам. Пока это без реплик. Подождите, я все равно не слышу, что вы говорите. У меня разницы нет. Вижу, ухты раскрываются. На ловисти-то. Так, значит, я не слышал ее разговор, но суть уловил. Игорь сказал, большая какая-то у ней неприятность. Его звать Александр. Саша. Одно время мне звонили даже кто-то. Вот ваш телефон, она меня на себе. Давайте вы скажите сначала, кто вы? Какие? Вы брали, не отдаете, мы вам устроим. Ну кто вы? В чем дело? Малютин Саша вам известен? Да, известен. У кого он деньги на занимал, не отдавал? Понятия не имею. Но он же член вашей общины, нету, никогда не был. Ах, так. То есть они на меня наехали, просто на стрелку вызывали. Ну, стрелка это разбор, откуда можно не выйти даже. Я никогда ни одного дня не был его другом, и он у меня не был. Да, я упрекал его за его леность, за безразличие, такое, ну, какое-то слова, которое нужно, скажем так, обкатывать, говорить. Он одно время сказал что-то о продукции деревенской там. Я сказал, не завозите больше, чтобы не было скандалу. Вот, значит, о чем молиться? В прошлый раз я вам говорил, что Надя... А ее нету. Она ушла, убежала. Ее племянник, Нина, ее сестры, Сергей, в дальние путешествия ездит. И у него авария была. А, нет, нет. Потом он решил обогреться на морозе, обгорел, и все-таки он машину довел до дома, и сейчас он лежит в больнице, пересадку кожи делает. Кто-то сказал, ему нужно белком яйца, и сама теперь оказалась там корка, это все у него снимает. Ну, что-то будет, не знаю. Его звать Сергей. Сергей. Ну, получается, по жене он мне как бы и родственник. Чтобы он задумался, о чем молиться? Я сказал мне о здоровье. Здоровье Бог дает. Чтобы он задумался, Бог положил на сердце, как он жил. Родился в верующей семье, бабка его, это моя теща, глубоко верующая. И как он жил? Чтобы Бог дал ему раскаяние, что означает одна из красного света, которая попадает на тело и все обжигает. Дал истинное раскаяние ему, ну, а здоровье уж как Богу угодно. Скажу, что к нам, ко мне и проще к нашему делу, его отношение очень хорошее. Если бы у него был рейс туда, он бы подхватил наши книги. Даже я уже так договорился. Вот у нас есть уже близкие такие, просто близкие наметки о нашем путешествии. Я вас вожу в курс. Вы слышали такое слово, шенгенская виза? Да. Кто знает, поднимите руки. Не совсем. Ну, я объясняю. Это государство в Европе, имеющее общую границу, собрались в одном поселении. Маленькое поселение там. Недалеко от Лихтенберга, но 450 человек, мимо всего. Вот шенген. И они решили так, визовые все эти препятствия убрать. И в этот союз вошло 25 государств. Если я попал в одно государство, я могу везде ехать границы, как будто еду раньше в Советском Союзе. Объединили. Но, я уже по интернету все можно найти, что хочешь. Не нашел там Португалию, куда мы, конечный пункт был, и в Англии не нашел. Но, может быть, устаревшие данные, может быть, они уже вошли. И дают новые паспорта. Это обходится 2500 на 10 лет. Радушную оболочку газа, кажется, только снимают. Ну, и эти паспорта быстро там пропускают на границах. То есть надо эти паспорта получать. Шенгенская это виза. Не в одно государство, а во все. 4600 рублей. Ну, это в переводе на наши рубли, там евро. В евро все говорит. И дело-то даже не в этом. На этой неделе нам надо начать уже, Николай, оформлять это, помаленьку начинать, подводить. Но, вот одно но. Я уже тут коснулся. Наши порядки не их порядки. И поэтому моя решетка, такая классическая, как мы с тысячей поехали, там не пойдет. Копать землю никто не даст. Если хозяина, я обидел мне, то он может подать, кажется, 500 евро. Да я так, для примера сказал. Я для примера сказал. Ну, пример. А государство может еще хлеще наказать. Я не знаю, я прислушаюсь к каждому голосу. Значит, нам надо обдумать, как там будет. Но, одно препятствие. Где мы будем работать, в России, там за Москвой. Это все остальное для нас уже известно как. То переезжать туда, надо брать с тобой перегруз. Буквально 23-25 комплектов. Потому что в Германии комплекта 3. Это Бонн, Берлин. Потом надо мне в Сюрих обязательно заехать. Где русские люди, русские книги. Где Ленин учился. После него, правда, я пришел. Где он там сидел. Вот. А потом вернуться сюда. Скандинавия вся входит в Шенгенскую зону. И поэтому Исландия, Норвегия. Все входят сюда. И нам очень легко будет туда попасть. А потом и Прибалтика. Прибалтика вся входит. Ну, Исландия, это вы погорячили. Прибалтика вся входит. А Прибалтика это Эстония, Латвия, Виктория. То есть они входят в эту Шенгенскую зону. Я уже получил, как бы сказать, запрос устный. Чтобы мы выслали данные наших заграничных паспортов. И мы должны быть приглашены, желательно, хотя бы в одно государство. Где мы дольше будем останавливаться. Я думаю, это будет Германия. У меня там племянница. Она вышла замуж, там живет. Я с ней разговаривал. Надежда звать. И Надежда Лапкина, и жена Надежды Лапкина. Вот. А там дальше будет видно. А Валентина с Артисон. Она может еще на двоих братьев вызвать. А можем и без этого поехать. Смотря где мы будем останавливаться. Значит, вот пока наметка такая. Но. Вот здесь одно большое но. Мы машину свою должны оставить там, где-то в Ростовской области. И чтобы кто-то нам пожертвовал иномарку. Хотя бы месяца на полтора, примерно такого же объема вести. И надо искать средства. Там рубли не идут, а евро. Значит, сегодня упирается все у нас в денежки. Все остальное, это можно в хобби вполне посильнее. Это никак. Я только могу молиться. Значит, если вы к нам расположены, к этому делу, которое мы думаем сделать, помолитесь. Кто может, себя откладывайте на горючее хотя бы. Оповещаю, еще раз напоминаю. В прошлом году мы приобрели газель. Еще половина стоимости не собрана денег. И все засохло, ни рубля нет. Все остальное на мне так и повисло. 222 тысячи мы потратили на горючее. Людмила Степановна, где она у меня? Сколько собрали в общей сложности? На горючее собрали. Да, тогда собирали мы два раза. Мы где-то собрали 150 или 180 тысяч. Я помню первый раз. Потом мы еще собрали. Ну где-то, в общем, сложности у нас получилось 300 тысяч. На горючее? Да. А где эти деньги? А вам отдавали. Последний раз мы отдавали, набрали 80 чем-то тысяч. Все отдавали мы. Да. Последний раз вам во Владивосток. Где, где деньги и как что? Да я все выгребала. Даже ваши, говорите правильно. А делали это ли что? Вам отдавала все деньги. На бензин, да. Сейчас было все отдал я. Так куда вы отдали, а вы не отчитываете. Я отдаю, отдаю, деньги идут. Значит, теперь надо думать как. Или на обменном пункте в европревращение. Или как. Пора сейчас. Они там, можно по интернету заказывать, там потом вызывать будут, когда паспорт дают. Вот. И нужно сейчас, говорит. А когда сезон отпусков начнется, тогда намного труднее. Вы, о чем я говорю, очень хорошо вспомните об этом. А на границе как вы на таможне книги будете представлять? Так, кого спрашиваете это? Можешь не спрашивать. Давайте кого-то спросите другого. Снято не будет на границе. А если разный вызов будет, вы как будете там совмещаться-то? Да вызов-то это без разницы. Без разницы? Там вызов. Там вызов, без главушек. Если вы едете в город, то сейчас доберут, и все. Отсюда же выгрузите, поедете. А литературу точно пропустят на границе? Тоже ничего не знаю. А почему бы... Ну вот, мы даже... Я покажу, что вот, смотрите. Благодарность от Патриархии. Сентраль, 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 сентраль. А они что-то знают, что такое Патриархии есть? Ну, я еще бы, у меня, может, данных никаких нет. Кроме того, они могут нажать, в интернет посмотреть. Они скажут, знаете, нам надо переиллюстрировать ее, литературу эту, и посмотреть, у вас там террористическое есть или нет? Да, да, я стремлюсь. Мы стремлюсь. Правильно правильно. Где мы были в библиотеках, они заходят сразу в интернет. Нет вашей литературы, там нет, в экстремистской. И тогда принимают. Им строгий наказ. Так это в России, да. А вы за границу отдавали? Ну, а там и за рубежом всякая литература в экстремистской. Так что легко это понять. Нет, или кто-то из наших рассказывал, когда приезжали через границу Казахстана, у них пытались перевести наши книги. Сейчас я не помню, кто-то рассказывал. И не пропустили, а отдали как бы на просмотр, на время, на какой-то просмотр. Просмотрели и вернули, сказали, экстремистская литература. Не слышал такого даже. Наоборот было. Когда они сказали, не как, тогда они понимают, что нужно. Говорят, дали взятку там сколько, они сказали, ну и жать это да. Это Казахстан. За границей маленько по другу. А списки разные экстремистские. Разные списки. В России один список экстремистский. У них может быть другой. Ну что, в Казахстане мои книги записаны экстремистские, что ли? Я провозил Новый Завет через границу. Меня чуть не затормозили. Я провозил журналы, которые у нас не считаются экстремистскими. Они сказали, это экстремистские. Мы не в узкорнадские страны едем. Новый Завет в Польше нигде не экстремистская литература. Нет, это не подходит. Тут вот еще что. Я работаю сейчас, работаю в Ютубе. И выставил, вот утром пошел, посмотрел, сколько у нас выставлено. 587 видеороликов. 587. И оно все время дублирует на Google. Буквально только заряди два слова, Игнатий Латкин. Это ключевые слова сделали. Там все, ты оттуда не выйдешь. Все абсолютно. На последней неделе самый популярный у нас ролик, фильм, это детский концерт. Но я когда сказал, Надя говорит, так я там другим сообщал. Детский концерт, он за сотню, кажется, заболел. За одну неделю. Это невиданное. Бывает, стоит три месяца и совсем-совсем малое посещение. А потом посещение такое бывает, не знаю даже. Беседа моя с Евтихием, его келья. 355 просмотров. Чуть ли не рекордно. То ли охота было людям посмотреть, что в келье у него делается. Моя келья это проповедь. Какая она аскетическая вся, буквально. Там ничего нету. Как у батюшки нашего. Вам надо правильно ставить в ютубе название, Игнатий Ильич. Допустим, что-нибудь о духовной смерти или еще что-нибудь. Люди любят смерть, они будут клевать на это. А то вы что там, о духовной рождении, что-то. Это не то. Что-нибудь надо придумывать, вы же можете. Незадолго до смерти. Да, незадолго до смерти. Маленький вопрос по сегодняшнему. Ты читал сегодня, кажется, Блаженного Агустина? Да. Это Игорь читал. Я читал. У меня поучения были. Ты читал? Да. Так, а ты еще про почитал? Из различных поучений называется. Автора нету. Нету. Так, скажите, о чем Игорь сегодня читал Блаженного Агустина? Кто-нибудь, поднимите руку и скажите содержание. Игорь, ни одна, ни один. У тебя нету руки на пульте. Ты не управляешь народом и не понимаешь, понимают они или не понимают. Это слова, которые говорит Блаженный Агустин. Это в кругу богословов только читает. Но не бабушкам нашим. Я стоял, пытался до конца, хотя читал внятно, четко, ясно, и пересказать с трудом могу. Ты маленько приглядываешься к аудитории. Это разная аудитория. А вот Игорь читал, который, оно каждое слово. У Златоуста, где он говорит богословские, такие как проповеди, на Евангелие от Иоанна. Старайтесь обходить. Вам никогда не дойти до той глубины. А Симеона, нового богослова, Исаака и Серина, даже не заносите сюда. Дома считайте. Вам никогда, никогда не подняться на эту высоту. Я начитал всех святых отцов, пять томов добротолюбия, жития святых. И когда доходил до них, читать начинал их, я тоже их начитывал. Меня хватало, ну не больше, как на полчаса. Через полчаса я был как выжатый лимон. Я выпивал сразу меду, воды с медом и сразу никогда не ложал. Зато я ложусь горизонтально, хотя бы на минут на двадцать. Стаю дальше его считаю, через полчаса я полностью выжатый. Посмотрите, я должен считать с сознанием, чтобы до людей доходило. Через полчаса я снова как никудышный. Опять выпил, лег, через полчаса я вот такими ступенями только мог считать. Когда стал переводить Кафан-Затворник, Симеона Нового Богослова, Исаака Сирина, он не решился переводить на русский язык и положил. Не стал переводить. Если в руки попадет их творение, то люди в отчаяние впадут. Их нельзя называть это ангелы во плоти или человек на небе. Он говорит, как будто бы не здешним языком. Это невозможно. Я понимаю, о чем говорить. Мне Бог дал много времени в этом проводить. И я увидел, я ничто. И меня в отчаянии очень трудно вести. Но я тут остановился, и я должен сказать, ты говоришь, Отец, то, что во меня не вмещается. И я этого никогда не смогу сделать. Если тебе верить, я пропал. Моя радость спасения во Христе начинает тускнеть. Я снова беру златоуство, и во мне все вспыхивает радостью, благодарностью Богу. Так что, брат Игорь, имей в виду это. Внимательно подбирайте православные. У меня просто вопрос. Видите, раньше читали, книга была такая толстенькая, поучения православные. Там все и современные богословы были. Вы говорите, нельзя. Ну почему, брат всего не читал. Ну вот из различных. А вот сейчас если докопаться и сказать, а что значит различных? Может это современные. Вы сказали, святых отцов. Я самую простую выбрал у Августина. Я даже не знаю. Ни один человек даже руку не может поднять. Игорь, я тебе говорю, что надо смотреть. Не просто отбарабанил это. Это как петух. Про хухаряк, а там хоть верхний святай. Мы так рассуждать не можем. Ну и, конечно, церковь... Знаете что? Есть такая библия, трехтомник была выпущена. Она раньше в 20 книгах была. Библия Лопухина называлась. Лопухин делает это толкование. Я преподавал в то время в педагогическом институте. Вел занятия, не преподавал. В медицинском, кажется, и в аграрном. Я в разных местах все время был. Я попытался начать по Лопухину. Едва-едва одно занятие провел. Кое-как провел. Заранее готовился. Конспекты составил. С книгой вышел. Принес домой и спрятал ее. Все, больше я ни разу не вышел. Они хорошие. Они нормальные. Там археологические. Там половина на грешенском языке. Происхождение слова. Они сидят у меня, мои клиенты, слушатели. Они ничего не могут понять. Это знаете, как учитель говорит. Я уже пятый раз объяснял. Я уже сам понял, о чем говорю. А вы все не поймете. Так что Библия Лопухина, она хороша. Она замечательная. Но дома, для домашних вещей, не в церкви, для престарелых. Не все у нас тут, кажется, хватает. Я хотел сказать немного о посте. У нас постов столь много, просто не разберешься. Больше половины. Вот у нас есть книга «Крестное православие». И там пост, о посте написано. Я над этой темой трудился много. Достал самые старые книги, сам переводил их. И выводил в какое число, в какую среду можно есть, в среду пятницу, в какую нельзя. Это большой устав, по которому жила вся Россия 700 лет. А сегодняшние календари, которые по-другому делают, я не могу, потому что они разные. Уставы много разные. Но русский народ жил по большому уставу. Его просто пропечатали. Я с этой книги старинной все вывел места там. Я по нему живу. Поэтому искать лучшее не надо. Выдумок не надо. Я заранее говорю, посты эти не нужны, не евангельские, но я православный. Вы мою уже тактику знаете. Православный. И тут я все беру и точнейше выполняю. Мне это не повредит. И когда приходит пост, начинает детям морж давать нельзя. У нас было так в семье. От груди отсаженный ребенок поселился со всеми. И ни одного больного нет. От груди отсаженный никакого молока уже они не видели, дети. А пока у груди матери было, тогда и молоко давалось, и все. Это... Ну, у нашей матери был опыт. 12 детей. Скажу, что ни одного больного желудком, кишечником не было у нас. Ну, я перед вами. Лучшее доказательство, что я не умер еще. Так. Вот ругательство. Весь эфир, весь интернет наполнен ругательствами против президента Российской Федерации. Вы его фамилии знаете? Путин Владимир Владимирович. Второй срок. Это я... Не Путиноид, как они там называют, там разными словами. Но я ежедневно молюсь за него несколько раз. Только и всего. Чтобы Бог вразумил его, пробудил его совесть. Чтобы добрые законы издавали. Ну и прочее такое. Понимаете, непрерывное злословие. Притом лютое злословие идет. И вчера вдруг появился ролик, я его к себе перетащил. На первой странице. И там говорят, вот как было, как режут танки. Но они с военной стороны подошли. И как сейчас, на нас уже смотрят, как на страну, с которой нужно разговаривать маленько другим тоном. Ну, просто молиться надо. Нам не годится злословить. Начальствующая Библия запрещает. И когда разговоры какие-то пойдут, где-то никогда не прилепляйтесь. Ни на патриарха, ни на начальствующих. Да, сказать надо. Обличительное письмо я написал. Я писал раньше в Кремле, и генеральным секретарям, и патриарху писал. Но это не было ни ругательством, ни злословием. Я много мест писания. И дальше в ООН послал, даже обличил их там. И оттуда у меня пришло письмо с печатью ООН. Ну, согласно священного писания. Я сказал, кто такие масоны, где они будут, и почему вы это делаете, и прочее. Я вас, можно сказать, наставляю на будущее. Потому что наше расставание может быть очень близкое. Внезапно. У меня положено было на сердце все абсолютно вам сказать, чтобы если меня не будет, вы не почувствовали никакой потери. Никакой. Я остаюсь с вами. Вот батюшки не будет, тут вопрос другой будет. Пока вопрос не решенный, когда батюшки не будет. Для нас он решенный. Мы знаем как. Приходит пост, сходили, причастились, и опять мы собираемся, вместе молимся и прочее. Я хотел бы все ваши неразрешимые вопросы, упреки, недовольства мной лично выслушать сейчас и ответить. Это мне мысль пришла на молитве. Я не знаю, как, что будет. Сейчас я могу пояснить. А когда они будут у меня, в моих книгах, в интернете, практически на все вопросы я уже ответил. Там, ну нельзя куда-то пойти в сторону. Ингативность. Давай. Ну, в общем, вопрос серьезный. Поэтому и серьезно так отнеситесь к нему. Ну, не сразу, не с кондачка. Значит, это то, что произошла вот эта конфронтация во время движения вашего по стране с водителями причем. Я не говорю с братьями, а именно с водителями. То есть с человеком, который работает на машине, сидит за рулем и исполняет все требования дорожного движения, все, чему ему научили, и в этот самый момент его переучивать, это, как говорится, ученого учить, только портить, короче говоря. Поэтому я думаю, что в первую очередь-то не нам даже, а вам нужно как-то помолиться, воздеть руки, как вы всегда делаете, да может раз 17 в день, а как хотя бы разочек. И все-таки попросить Господа узнать, стоит ли вам этим заниматься. А то вы, может, просто будете сидеть, да молчать. Ну, ну, такое, такое. Вам какая разница, как вы смотрите. Этот Вадим, он уже ездит. Хотел сказать... Игорь, я все понял. Понимаете, да? Я вот к чему. И всем нам вместе вам помочь, помолиться. Потому что у вас такой характер энергичный. Я не могу вам сказать, Игнать Иванович, давайте учитесь на машине. Я сейчас отвечаю. А так, по идее, вам самим порулить-то бы. Игорь, я уже понял, отвечаю. А, Игнать Иванович, может быть, вас где-то как-то тренируют. Я отвечу, я отвечу. Порулили бы, и вы все поняли бы. Машины ваши. Я отвечаю. Быть безразличным к шоферу, когда я сижу в этой машине, это может только самоубийца. Я не самоубийца. И если я вижу, что он неправильно делает, я бы должен или вылезти, спасти себя от смерти, или принудить его, потому что доказывать нечего. Конкретно. Впереди нас обгоняет машина-фура. И у ней просто как из кочегарки. Ну, в кабине дышать нечем. Я говорю, зачем ты вплотную 50 метров от нее едешь-то? Значит, у тебя два варианта. Один, отступить от нее метров на 300, чтобы дым-то ушел, хотя бы откройте кабину-то. Или обгоня ее. Варианта-то два. Нас никто не заставляет за ней вслед хвост-хвост идти-то. Ничего нет. И при том не один, а то шофер делает. Я тогда останавливаю машину, скажи, почему ты так делаешь? Он не может. Он не может ответить. Зачем ты дымом дышишь? Я сейчас вот к новому скажу. Вот этому другу я 30 раз это заставлял. Или обгони, или отстань. Все непонятно. Зачем мне дышать бензиновую парами? Первый вопрос снят с повестки. Да не снят, Игнатий Петрович. Это не знание. Самое простое. Я сейчас поясняю. Я пока не на вопрос. Совершенно не снял. Вы не сняли его. Это любой человек, который ездит по большой дороге, по сложной дороге, если там снег или еще что-то. Ничего нет. Грузовик едет. Вы думаете обогнать это легко? Игорь, это сказать надо. Слушай, Алексей, мне не надо говорить. Я съездил Николая Кручина. Я все время на него ссылался. Я не заставляю обгонять. Едем летом. Снег. Что вы выдумываете-то? Зачем придумывать-то? Летом едем. Сзади нас никого нету. Ну отступись от него, от этого шофера, который... У него просто дым идет, горющее, облако. В кабине дышать еще. Ну отступись метров на триста, чтобы ветром хотелось сдуло с дороги-то. Что тут пояснять-то? Я не знаю. Ну что, в доме сумасшедших находимся? Я говорю, ты не обгоняй его. Ну отступись от него. Вы не хищитесь тем, что ты умеешь баранку крутить. Баранку крутят многие, но эти баранки около дороги все время на этих постаментах стоят. Уже мертвые они. Шофер принадлежит группе людей, которые унижены постовыми, и поэтому он на ком-то другом срывается. Я знаю психологию. Игнатий Тихонович. А Игорь? Не стревай пока. Подожди, ты не ездил. Ты говоришь пока потому, что на своей машине. Да. Да, вот так. Я по этому не говорю. Кому это прошел? Я подсеркнула. Сейчас не перебивай, пожалуйста. Четыре раза перебил. Значит, это не подойдет. И когда мы поедем, я кажется, даже Николаю говорил, когда-то близко попадает горючий, где надо вступить из от него. Я не заставляю обгонять. Я не сторонник обгона. Но когда столкнулись на том, что машина за 2 километра в горах, и он заранее выключает свет, и ничего не видно совсем. Она со скоростью 100 километров идет, да еще и дорога сероплатина. Зачем ты выключил? Молчит. Зачем ты выключил на короткий свет-то? Никак. Там никого нету. И машина-то не встретилась, ее нету. Они злодейство творят. Они сговорились. Теперь. Не могу ничего сделать. Я говорю, ты на 300 метров. Где у тебя инструкция-то есть? На каком расстоянии на короткий свет переходить? А не 3 километра-то все-таки. Да вот машина. И ни одной машины нету. Только там мигнул огонек, а там еще ухабы, ну, стопки идут. И она не появилась с ними даже в машину. А то ли свернула, а он уже на коротком ехал-то. Ну, чего смеяться-то? Тут не надо шаперам. Здесь ни искусства никакого нет. Здравый смысл подключите. Второе. Вадим, пока успокойся. Не поясняй ничего. Вопрос этот решается. Второе. Вот особенно трудно им далось то, что когда впереди кто-то едет, машина, то дальний свет не давай через зеркало, тех ослепляет. Я на это отвечаю так. Ты заботишься о нас или о нем? Ну, у нас такая-то этика. То есть, я говорю, ты найди одного шофера, который был бы оштрафован, одного хотя бы, за то, что он ехал сзади и свет с дальнего не перевел на ближний, хотя бы. Я не в городе еду. Мы едем там, где темнота. Отстань от него подошел. Он нас обогнал и теперь на стороне. Остановись на 20 минут. Пусть он уедет. И опять включает дальний. Мы не видим где. И вот он жрет на полную катушку, я скажу, 105 километров. Я рядом сижу. И в это время асфальт кончается и уходим. Наша машина едва и два по частям не разлетелась. Вот он сидит рядом. Ой, а как так? Да ты же на коротком ехал, ты и не видел. Дальний свет в десятки раз дает освещение дороги, по которой мы едем. Я не говорю о вашей специальности. Вы молодцы, все. Но это не годится. Вот три момента, на которые я все время еще горючее. Я постоянно сижу, приколаю голову. Сколько горючей? Хватит. Конкретно сколько? Не говорят. Наконец-то машина встала. Ну было же все. Бутылки режут теперь. Начинают заливать. Канистра есть. На канистру не надеетесь. Почему они остановились в ближайшие? Ну кто знал? Я спрашивал, сидел. Я гундел. Что доказывает? Нам надо ехать. А мы стоим. И никто горючее не даст, потому что заправка далеко. Никто не даст. Вы что делаете-то? Я понимаю, это от дьявола искушение. Впереди, перед городом подъезжаем. Людей нет. Я сидит за рулем. Вот он, товарищ. Я говорю, надо бы заправиться. Ты говоришь, что почти половина нет. Еще заправки будут. Но мы едем уже в город. Там будет очередь. Не разговаривать, дальше едет. Вторая заправка перед самым городом. Вплотную. Не останавливается. В город. Нет заправки. Следующая. Очередь. Винтом бьется. Ну еще дальше будет. Дальше заехали. Она говорит, а у нас закрыто сегодня. Где следующая? Пошли уже по шоферам спрашивать. А где же следующая заправка? Вон там приехали. А они говорят, а у нас полтора часа она будет стоять. Сейчас там что-то заливает горючее. Все. Умылись. Но ведь я-то говорил, стоял, когда ехали. Но остановитесь в заправке. С этой заправкой. На всех 50 тысяч километров я все время спрашивал, сколько. И оба раза вот этот друг. Второй раз почти вплотную подъехали. Я говорю, почему же ты не заправился-то? Так он нашу машину чуть на дыбы не поставил. Когда увидели, название этой станции заправочной. Юля. Как будто это жена. Он как не затормозил. И там сразу обрыв. Едва-едва мы туда не улетели в обрыв. А там малые дети. А я умею водить. А крутить баранку. Это как на компьютер работать. Я говорю, парня на капусте, животное может работать. Составить программу. Выпрыть, когда мне... А тут ум надо. Игнать Ильич. Это как-то боитесь. Да забейте вы там четыре канистры. И едьте без остановок. Как можно быстрее. Вы так рассказывайте нам. Давай тут тормози заправка. Тут тормози заправка. Ну допустим у вас полбака. И вы можете ехать пять литров, если будет оставаться. Это заглазень. А пять литров это четыреста километров. Это сорок литров, это где-то четыреста километров. Машина сорок семь литров. Ну пятьдесят. Ты говоришь, что это дым сейчас. Просто ты не знаешь. Когда мы подезжаем... Слушай, ты там не был. Игорь говорит, ты там не был. И там заправка на полный бак. От заправки до заправки. А мы не знаем, на какой заправке последний. Ну возьмите канистру четыре штуки. Пожалуйста, не перебивай. Ну не перебивай. Сто литров возьмите. Не перебивай, пожалуйста. Успокойся. Успокойся. Ну что ты бузишь-то? Ну вы сами беспокойные. Я от такой же тоже беспокоюсь. Игорь, я прошу. Я за них беспокоюсь. Я за них вот беспокоюсь. За батей. Ну ладно, говори. Ну, я так думаю, что вам нужно не бояться этих канистров. С собой побольше канистр брать. Я не знаю, что вы не знаете. На одной заправке заправились побольше. Рассчитали километраж, сколько вам хватит. И поехали. Ну не надо бреднями заниматься. У нас одну некуда ставить перегружено. Некуда постель положить. А давайте мы бак горючий возьмем. Чего ты горожишь? А что перегружено? Вы перестали возьмите, да и все. Это невозможно. А потом, когда книг меньше ставят, и ставьте хоть сколько уже. Это невозможно. Даже одну канистру мы и два, и два берем с собой. А за почему? Ну вы же умный человек. Вы почему одну канистру даже взять не можете? Возьмите три. Ты с нами одна поговоришь. Ты сейчас говоришь пустоту. Как пустоту? Я еду в Новосибирск. У меня лежит в багажнике 40 литров бензина. И что? Я приехал туда, залился. И никуда ни на какую заправку ничего не надо. И что такого тут? И что тут такого-то? Как я не ездил? Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Мы два раза вплотную подошли, и канистру выставили, а заправки нигде нет. Дайте, тихо. Все. Подождите, можно? Можно? Я скажу. Я тоже ездил, могу маленько сказать. Но по поводу бензина, да. К сожалению, эта машина не приспособлена для езды на дальние расстояния, и у нее бак очень маленький. 60 литров для нее очень... Да, быстро кончается. Быстро заканчивается при таком расходе. Поэтому обязательно канистру нужно. Обязательно. Канистру нужно. Он ездил, ты не ездил. Зачем ты говоришь? Я думаю, поэтому обязательно канистры нужны. Я что говорю, так плохого. Я не могу понять никак. Вы меня почему не понимаете? Нет, я не могу понять. Остановись сейчас, слушай. Одна есть, может быть, ее достаточно. Заправляться, но заправок достаточно, чтобы заезжать. По поводу заправок у нас, ну, вопросов не было. Да, у нас был один вопрос по поводу дальнего света, который я выключил после того, как нас обогнал автомобиль. Я, ну, чуть-чуть машина отошла, я включил, и он мне заморгал. Я его слепил, я снова выключил. Да, я снова выключил, потому что, ну, да, ему очень тяжело. Так, по горючим вопросам же разговаривать не надо. Мы два раза натолкнулись на сухой бак, и поэтому нас выгадывать не приходится. Мы стоим, нам никто не даст. И мы будем стоять. Не пять этих, не четыре горючих. Сева, Игнать Николаевич, вы встречали такую вещь. Едет впереди грузовик, едет сзади легковая машина, и вдруг грузовик. Мигает. У меня лопат. Знаете, что это означает? Есть эти, когда дороги. Обгоняй, дружок. Обгоняй меня. Он даже показывает. Спокойно обгоняешь, его благодаришь. А знаете, как благодарить? У водителя есть специальные сигналы для этого. Пусть он знает их. Да, вот я говорю о другом. Мы с Сева ездили, секундочку, с Сева ездили, я еду впереди его. Едем ночью в Потеляевку. Он говорит, Алексей, пожалуйста, дай я вперед, я устал. У меня, говорит, глаза болят от твоего красного света. Я его пропустил. Почему? Он устал, потому что яркий свет в глаза ночью палит так, что просто перегрузка уже сидишь, и голова начинает болеть. Простая вещь, Игнать Тихонович. Вы этого не знаете, вам это не надо. Вам это, конечно, не надо. А вы, конечно, не знаете. Зачем вы с ребятами спорите, с братьями? Вам заняться нечем, что ли? Я не спорю. Почитайте златоусты. Я не спорю. Как не спорить это? Вы не знаете, спорите. Не знаю, не знаю. А вы говорите, вы всю жизнь не спорите. Вы спорщик, сам испорник. Вы, Игнать Тихонович, вы привели. Вы, Игнать Тихонович, вы привели примеры, Игнать Тихонович. Один, может быть, из 20 пунктов, с которыми у нас были споры. Один, может быть, 3 из 20, вы говорите, бензин. Бензин хорошо. Мы один раз это было в Омске. Просто не рассчитали, потому что датчик на «Газели» был, ну, не такой, как на «Иномарке». Он показывал, что бензин еще есть, и там была красная зона. Я думал, что мы сейчас зайдем в красную зону, и еще будет бензин. А он только дошел до красной зоны, и все, остановился. Датчик был такой. Вы приобрели опыт, уже знали. Да, это было один раз за тысячи километров, за 50 тысяч, может быть, я не знаю сейчас, сколько раз. Это было один раз, когда мы заливались из бака. Потом были опасности, да. Где-то заправка встречает от дачи, где-то ближний. И мы, Игнатий Ильич, вы не сказали, что мы ввели правило, что до полбака доезжает, до полбака, ну, вот, стрелка, все, мы ищем первую заправку. И мы этому правилу следовали 14 тысяч километров. И редкие были случаи, когда просто мы не заливались из-за того, что были сомнительные заправки, неизвестно какой бензин. Однажды мы заправились, машина не идет. И мы... Ну, понятно, речь не о бензине уже. То есть это пункт попадает. Пунктов 20, по которым свет, плюс навигация. Вы постоянно не доверяли навигатору, постоянно насмехались над навигацией. Хотя навигатор говорит, мы заезжаем в неизвестный город, ни вы там не были, ни мы. Ну, кому? Спрашивать каждого встречного. Интенсивное движение. Нельзя резко тормозить. Вы говорите, тормози, тормози. Сзади в тебя может врезаться машина. Чтобы затормозить, надо куда-то перестроиться. Но не всегда это возможно в городе. Поэтому мы старались в основном ехать по навигатору. И в 50% случаев он нас выводил правильно. Но иногда не выводил. Но к этому надо было снисходительно относиться. Вы же говорили, вода от сатаны. Поехали. Привет, по счастям. Остановись сейчас, подожди. Да, дядя, дядя. Ты не вернешься. Давай по навигатору. Вы напишите по пункту. Давай по пункту. С чем вы не согласны? Это не егодит? По навигатору. Ты много скажешь, потом не вернемся. Давай я по навигатору объясню. Навигатор в стадии разработали. Но навигатор истрезались они кто-то, а Николай, который дорогу знает. Сворачивает дороги. А я ничего не знаю. Я говорю, потащил и стернули. Навигатор показывает. Ну куда он показывает? А в библиотеке? Да города еще нет. Навигатор показывает. Ехали, ехали. Шли огороды. И наконец дорога кончилась. Коровий след. Ну и куда теперь? Ну иногда. Да это не иногда. Позади 70 километров блуждания. Мы не можем оттуда выехать. Зачем вы это делаете? И таких случаев было очень много. Да не мы это делаем. Вы слушали. Не мы это делаем. Я говорю, что у нас выход есть. Язык до Киева доведет. Что необходимо? А спросить. Вы насмехались, когда спрашивают полицию. Это вон ваши полиции, ваши друзья. Полиция ни разу нас не обманула. Она обходилась с нами благосклонно. Мало того, впереди ехали на машине, показывали, где находится там средистроение, даже библиотека. Езжайте за нами. Мы за ними поехали. Навигатору, я говорю, ты доверяешься там, где абсолютно нельзя знать. Допустим, на дороге. А тут не работает. Дорога на карте не указана. Вот эта большая трасса до Владилостока, она вообще не указана. Не работает. Поэтому навигатор нужно проверять. И мы с навигатором... Вот представь, едут по городу. Я сейчас объясню, Николай. Едут по городу. Я говорю, ребята, куда вы едете? Библиотека находится в центре города. Они не слушают. Навигатор показывает. Едут, наконец, переулок. Едут по переулку. Ну остановитесь, маленько. Вот мужчина стоит, спросите. Спрашивать некуда. Наконец, тупик. Что? Там копают колодец. Остановились. Все в глине люди вылезают. Скажите, а где библиотека? О, мужики, куда вы заехали? Идежайте назад. Они это все списывают. Я говорю, ты заплати за горючее, которое потерял, время тебе уже не вернуть. И таких-то случаев ни два, ни три было у нас. Я говорю, когда мы находимся в городе, и есть возможность спросить живого человека, почти всегда отвечают, библиотека это вот там, это центральная улица. Тогда нужно конкретное вот по этому правило вывести. Только населенный пункт, где там первое кафе или чего, или там полиция. Останавливаемся. И все, и какие-то на разводы. Да я бы сам с удовольствием так сделал, потому что я столько попадал. Всякие тупики. Вот я сейчас по городу езжу, и незнание мое вот этого частного дела. Я в такие дебри попадал. Хорошо, что я то утром, то ночью. А днем, как заедешь, вот так машины, вот так везде машины. И начинаешь красться. Все замерзшее. Поэтому надо так и делать. Это так и делать. Так это мел. Это отлично. Вы молодец. Вы молодец. Но теперь дальше ближний, дальний свет. Так, подождите. Две минуты. Вот две минуты. Братья. По праву жизненного опыта у меня есть кое-какой, да? И мы все говорим не о том. Вот слушайте мне. Вы говорили, я слушал. У меня свое видение этой проблемы. Которое возникло у братья и возникает всегда у нас вообще нет. То есть есть такое понятие. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Есть такое понятие в механике. Шестеренка. Понимаете? Почему работают две шестеренки? Почему? Шестеренка от слова того, что у нее шесть зубов зацепляется. Шестеренка. Раз. Теперь, когда попадает зуб на зуб, что получается? Механизм разрушается. Она работает только когда в зацеплении. В данном случае, Игнатий Тихонович, это зуб. Это человек, который не терпит такого же лидера, как он. Слушайте меня. Не терпит. Все. В данном случае, садясь в машину, тем более, братья, вы забыли, это его машина. Вы ее разбили, а за ним 600 тысяч висит, понимаешь? Вот на этой худенькой шейке. Все. А вы забыли, вы едете. То есть он как капитан на корабле, вы понимаете? Капитан отвечает за все. Но капитан, он смутное представление имеет, как работает поршневая группа там в дизеле и прочее. Он смутно. Ему это не надо. Ему нужно общее руководство. Чем Игнатий Тихонович и пытался заниматься. Но наши братья, поскольку молодые, горячие, имеют, так сказать, запал, фитиль. Пламя. В одном месте. Да. Тем более, да. Расстались с семьей. Да. Которая дома. И выехав. Вот. Особенный вот инцидент, который случился во Владик, когда ехали туда-обратно, без разницы. Туда едешь, вроде, фу, да ерунда, неделю я запросто. Я вам сказал, прежде чем ехать, поехали со мной на два, на три дня на рыбалку. И ты узнаешь, кто чем пахнет. Вы понимаете? Космонавтов готовят. Это то же самое случилось. Вы понимаете? Конфликтная ситуация. Вот в чем надо разобраться. Николай и Севастьян. Это просто люди, у них спокойный характер. Которые смогли перенести вот этот пресс, который давлеет и над нами, и над всеми, и здесь. Поэтому следующий, кто поедет, завяжите свое хотение на узел, спрячьте подальше в карман и слушайтесь капитана. Как бы ни был он непереносим, в нашем понимании плох, но он это все делал по любви, чтобы остаться живым и доехать. Аминь. Аминь. Слово Божье говорит как? Успех бывает при многом совете. И надо еще открыть уши, чтобы услышать советы. Советы надо услышать. А тут совет, совет, это на практике, когда если скорость указана не больше 80 километров, они 110 держат на машине, которая перегружена, и вот так на поворотах вот-вот опрокинют, совет на том свете только будет. Я сижу в команде, я команда, я говорю, с барда 80 километров, туман, в горах, он ничего не понимает, что он знает, я ему не доверяю, он своей жизнью управлять не может. Игорь Тихонович, вот Моисей был боговидец, он общался с Богом, но однако же ему Господь не открывал все в молитве непосредственно. Ему через тесте Господь сказал, как надо поступить, он подчинился и все было хорошо. А почему он подчинился? Когда он ему сказал, как вести государственные дела. Он, ты что сказал? Как вести государственные дела? Да не говорил о том, он сказал мелочные дела, я вам передал мелочные. Так вот он и объясняет, он объясняет, когда мы едем в дороге, почему бы вам в некоторых вопросах просто не довериться водителям? Да не могу я вам довериться, вы же такую дурь не угоните, что машина погибает. Давайте не будем мучить, вы себя не мучите. Не мучите? Не мучите, понимаете? У вас плохое зрение, но вы хотите контролировать ситуацию. Поэтому выставляете... Я не вижу, что 100 замасываешь душу, а ей 80 километров. Поэтому из-за плохого зрения вы хотите, чтобы мы включали дальний свет, якобы не видим. Не видите. Мы видим. А сейчас ты машину, когда влетел в эти ухабы, ой, а я не видел, машину чуть не развалил. Что, забыл? Это было одна... Один раз может быть тысячи километров. А вот это от сатаны как раз было. Все люди, которые с поселетом памятники, они один раз так ошиблись. Послушайте, Игнать Игнатьевич, это же ваша проверка была. Вас проверил сатана. Меня проверять не надо. Я знаю, что надо быть и живыми. Вот это не нарушает правила. Мы проверять-то не надо. И меня не надо проверять. Ну, проверяйте. Когда ты будешь за рулем, я обязан тебя проверять. Послушайте, это понятно. Дальний свет. По-другому никак нельзя. То, что вот это... Дальний свет тебе не нужен. Дальний свет нужен. Зачем? Но не надо его включать тогда, когда это вредит другим водителям. Кому, когда едем одни в горах, никого нет. И машина встречная одна, она проехала. Ты еще едешь 200-300 метров. Я говорю, почему не включаешь-то? Вы сговорились на вред делать. Понимаете, вы себя ставите, что кто-то сговорился. Я говорю, по корпусу прошла машина, выключай тогда свет. Что? Ну, как вам объяснить, Игнать Иванович? Да нет, нам объясняют. Вы разные факты соединяете. Мне не надо объяснять, покориться надо. Ну, покориться. Вы разговариваете немного. Ну, что сделать? Тебе сказали, я капитан, слушайся, все. Капитан, разговаривай. Я одного встречал транспорта, и вы едете на малом, впереди 10 метров, видать, в темноту ездите, не видно ни поворота, ничего. А занятия сегодня будут или нет? Будут. Поблагодарим Бога. Я хочу сказать, Игорь, был такой царь Александр Третий, ему задали вопрос, говорит, а почему ты в таких вопросах даже с министром не советуешься? Они говорят, они меньше меня знают. Мне этот совет не нужен. Вы вам, Игнать Иванович, сказали, научитесь ездить и ездить. Я вами занимался, чтобы вам до дома дыхать. И вы вернулись. Моя задача была машину не угробить. И как съезжали там на трясину. Вас почему так это сильно трогает? Потому что вы виновны были полностью. Ваша задача книги, вот это ваша задача. Да, машина это наша задача. Машина не твоя задача. Под контролем только задача. Ты даже, на мне, когда доехали до Хабаровск, я сказал, доводил. Из земля вертик неприступному приносит ангелы с пастрики слава славят. Вовцы же со звездою путешествуют. В нас в городе родиться. О, от нашего рода, привечный Бог. Милостей наш Создатель, хвала Тебе, что продлил нашу жизнь и возвратил нас в невредимые славы Тебе. Даруй нам единомыслие по Слову Твоему. Прославься в жизни нашей. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья, выносите странички по пути.